Это только начало Это очень предположительные оценки Есть очень много отрицателей этого голода Хотя вот Вадим, например, пишет Кто пережил или знает по рассказам Для тех не секрет Мама говорила, что в 47-м было голоднее, чем в войну И это на благодатной Кубани Вот, Вадим, совершенно правильно вы говорите Я уж не знаю, более было или менее голодно, чем в войну Но вот так или иначе про Голодомор Или про тоже кубанский южный голод В начале 30-х годов знают все Про Волжский город в 21-м году тоже знают все А вот как-то про 47-й Это почти... Я это имел в виду Конечно, не секрет для тех, кто голодал Но почему-то этот голод 47-го года Он не в общем обиходе Он как-то никем... Нет, я не знаю, ни одного произведения Искусства не знаю Ни одной картины, ни одного фильма Об этом, ни одной книги Хотя, представляете, полтора миллиона человек После войны умирают от голода И истощения как-то... Ну вот, и в этом же 47-м году Еще одно решает отпраздновать Со всей возможной помпой День города Напомню, что в этом году Закладывают памятник Юрию Долгорукому Закладывают все 8 высоток Московских Ну, построили из них только 7 И много чего еще Ну, в Москве грандиозный праздник На этом празднике, в частности, оказывается Писатель Джон Стембек Он оставил замечательный русский дневник Который всем рекомендую прочитать Изумительные воспоминания О его путешествии С Каппой С Робертом Каппой С фотографом по Советскому Союзу И, в частности, по вот этой праздничной Москве В 47-м году Так вот Так вот, так вот, так вот Значит, готовятся отпраздновать День города А когда его праздновать? Ну, непонятно же Еще раз, значит В летописи сказано Накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы Это весной Значит, весной, во-первых Праздник церковный Во-вторых, весной мы ничего не успеваем Первого января праздновать Ну, как-то Это и тогда-то было глуповато При государе Николая Павловича А, во-первых, делать так же, как было при царе Во-вторых, ну, совсем так очевидно Неумно Наверное, никто не хотел Думали-думали, значит А когда же? Когда же нам вот праздновать? А представьте себе Снова 47-й год Вот еще в каком аспекте Значит, был поднят Тост Сталина в 45-м году Летом на банкете в Кремле За русский народ И начинается и борьба с безродными космополитами И государственный антисемитизм И всяческое Не поймите меня неправильно Но возвышение русского народа Даже там, где На пустом месте В общем, всякие изобретения Всего на свете Приписываются русским Что русские изобрели и телефон И фонограф И все что угодно Находятся какие-то мифические Изобретатели Всего что угодно Это подробно описано У многих авторов Россия, родина слонов Это, собственно, отсюда Что вот И слоны-то Тоже где-то под Рязанью На свет появились И так героями пропаганды Становятся и военные В том числе иконы прошлого Такие, как Дмитрий Донской Александр Невский Орден его еще во время войны Был учрежден Александр Суворов Михаил Кутузов И такие все думают О, Кутузов А когда у нас было в Орденово? 7 сентября И думают Офигенно Все вместе отпразднуем И назначают День Города На 7 сентября Забегая вперед Праздновали ли мы когда-либо В другой месяц День Города? Нет Помним ли мы, как это все получилось? Нет Насчет Этичности Можно ли Привязывать День Города К сражению К одному из самых Кровопролитных сражений Наполеоновских войн И вообще 19 века Ну, не знаю Я бы тут Я бы Я так не думаю Что это этично Но с другой стороны Что говорить Если День Города У нас учреждается В 47 году Когда полтора миллиона Задыхаются от голода Ну, в общем Как-то так Но праздник был Задуман Самый что не есть Помповый Выставили 200 тысяч 200, простите Тысяч цветов 100 тысяч электролампочек Выделили Чтобы осветить все подъезды Установили световые рекламы Весь мусор вывезли Всю фанеру на окнах Заменили стеклом В общем Весь город был Приведен в порядок При этом Хлебные карточки До сих пор действуют Чтобы всегда было По фону Так это шло Впервые после 4 лет Военной светомаскировки Военные московские власти Решают Подсветить Кремль И делают это почти Точно так же Как на императорскую коронацию В 1896 году Упускают колоссальное Количество сувениров Вот у многих Даже в домах Сохранились эти Москва 800 лет Улицы 800 лет И в Москве Парк 800 лет И в Москве 800 лет 800 лет Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва Отовсюду звучит Как будто до этого Слово Москва Мало звучало В нашей стране Москва же Такой незаметный город была Столица какая-то Какой-то Сталин живет Тьфу Но в общем Что начинается в 1847 году Не сравнится с тем Насколько часто Слово Москва звучало до этого И это ведь должна быть Еще и правильная Москва Потому что вон Выдающийся москвовед Петр Сытин Пишет в своей книжке Что Москва В переводе с финского Это темная вода Или лужа Ага Темная У тебя в штанах Лужа Говорят Сытину И пишут Что Это реально В официальных текстах К юбилею Москвы Пишут Что вывод Ученого Уважаемого Вообще-то Это Можно только Объяснить Но по меньшей мере С лепотой Это по меньшей А побольше Че Изменной родни Что ли С финского Перевел Слово Москва Ну Водичка Город промозглый Зимой особенно У нас влажно Холодно Течет река На которой стоит Весь город Ну почему бы И не называться Темная вода Тут же комментируют Наши слушатели Ватсап На плюс 7903 7976 333 А я тут все думаю Чем мне город напоминает А оказывается фразу Темна вода В облацах Это неплохо очень Какой-то Одноглазый праздник Получается Вениамин Москва Ну Учитывая Михаила Илларионовича Ну да Вы хотите сказать Что в 47 году Голодный Сталин Съел сытого суслова Я если честно Ничего не понял Почему Съел сытого суслова Это шуточка такая Да Но суслов-то Это один из Что думаете Он только при Брежневе Появился Или при Хрущеве Нет Он тогда при Сталине Был Если не ошибаюсь Он отвечал за депортации Народов Кавказа Я могу ошибаться Но ничего хорошего Даже если ошибся Он все равно не делал Голод был Бабушка и дедушка Рассказывали Очень бережно Относились всегда К хлебу Станислав Пятигорск Ну вот Как раз К слову о Кавказе Более того Москве присылают подарки То есть Самому богатому городу В стране Еще подарки присылают Например Пять вагонов угля От шахтеров Донбасса Такой подарочек Есть сорок вагонов Астраханских арбузов С юга Ну во время голода Конечно Механизмы для вращения Сцены малого театра Присылал Краматорский завод Цемент прислали В подарок Москве Ну в общем Разные такие штуки Я даже лично В музее Москвы В фондах Дело в том Что в музее Москвы Одни из самых потрясающих Фондов Вообще Из московских музеев И в частности Там есть Книга Это Инкунабула То есть Книга выпущенная До 1500 года То есть Буквально В первые десятилетия С Изобретения Книгопечатания Инкунабула И Это религиозная Какая-то книга Я уж Не помню Какого она содержания Но ее Москве Добровольно Подарил Хорватский город Задр Вот Югославия Вошла Тесно В Как это сказать В тусовочку Стран Социализма Как мы помним Там к власти пришел Иосиф Бростита Югославский Предводитель Партизан Во время Второй мировой войны Ну и в общем У них в 1947 году Еще была Большая дружба Со Сталином И Добровольно Предложили Подарить Хорватскому Городу Задеру Эту Инкунабулу Она была Добыта Кстати Из Венеции Из венецианской Книгопечатни Ну там Довольно тесные связи И многие из этих Городов хорватских Они попросту Были венецианскими Они были Под властью Республики Какое-то время В средневековье Ну все И штамп Принято на хранение В 1947 году Все мне стало ясно Дар Там не написано К дню рождения Дорогая Москва Но дар Из города Задера 1947 год Ну как-то Все одно К другому И огромное количество Мерчендайзинга Тоже было выпущено В 1947 году Лампочки Восьмисотлетия Москвы Шкатулки Конфеты Настульные игры Плакатов Куча Фильмы снятые В общем Самое-то главное Даже А еще Рисованный фильм Плакат Такой мультик Там этим Ракущим голосом Москва Город Красавец Ну вся вот эта Вот Вы знаете Все эти тексты И значит В этом Из этого плаката Четко следует Что вот 770 лет Прозябания Полного Москва Непонятно Как она вообще выжила И только вот С революцией Она вступила В эру благоденствия И к 47 году На 30 год революции Наконец-то Москва Засияла Вот только тут Оно все И наконец-то У нас сложилось А Вообще Вот если вы Посмотрите В интернете Как была Оформлена Москва В 47 году На день города То вы Я думаю Показываю Пальцем На Москву Москва Не всегда В этой эстетике Украшается Даже к самым Таким Обязательным Праздникам Не всегда И не всегда Даже русские города Украшаются Все Но довольно часто Везде мы можем Это заметить А ты Отпраздновал День рождения Наши Это все Оттуда Из 1947 года Этого не было Никогда до А после Это осталось Потому что Ничего нового Не придумано И потом Как мы знаем Вся система Начала Бесконечно повторять Саму себя И бесконечно повторять Все то Что однажды Уже было изобретено И вся вот эта Костная Эстетика Вот Ничего не дающая Ни уму Ни сердцу Она вся из 1947 года Из того Из того самого празднования Так что Хотим мы того или нет Но очень многие наши Эстетические скрепы Были заложены Именно В 1947 году Вот Но Что уж там Тогда же были заложены И все семь высот Все восемь высоток Построены семь И на месте восьмой Построили гостиницу Россия Потом когда не сложилась Высотка А знаете кстати Как Ну Много есть разных Объяснений Почему восьмая высотка Не была построена Она должна была быть В Заряде Там где сейчас Знаменитый парк Заряде Построили стилобат Фундамент и стилобат На котором должны были Воздвигнуть высотку Тяжеленное здание Которое бы там Не продавило У реки Всю почву И все И ничего дальше Не сложилось Значит Там есть разные слухи Одни гласят Что это должна была быть Высотка В которой был бы Большой офис НКГБ Народного комиссариата Госбезопасности И там были какие-то терки С Берией На этот счет А может быть Что его начали строить Но в 1953 году Как мы знаем Берию и того И здание так и не достроили А вторая Вторые слухи Гласят О том что В Варшаве Построили высотку Мы знаем Что там есть дворец Культуры и спорта По-моему так он называется Такая Очень московская высотка Прямо посреди города стоит И Что все силы Брошены были туда Чтобы Там в Варшаве Утвердить собственное присутствие Потому что тогда Сталин был очень озабочен Стягиванием всех Стран Восточной Европы В соцлагерь И есть даже у варшавян Такая Полуанекдот Такая полубайка Когда Сталин спросил Типа Дорогие поляки Ну все Вот вы теперь с нами Никуда не денетесь А что вам подарить Метро в городе Или высотку И жители Варшавы сказали Конечно метро Держите вам высотку Уговорили Да Вот такая штука Ну все А потом день города Опять же То праздновали То не праздновали Как правило Вот все поздние советские годы Он не отмечался Сделали попытки Его возродить в перестройку И как-то так скромно Его поотмечали Но ничего Близкого К 1947 году Не было А потом Что было Действительно близко По размаху К 1947 году Это уже преснопамятное Многим из нас Отмечание в 97 году 850-летие Москвы Дарья Гордеева Закатила глаза О да Тут уж каждому Есть что вспомнить Но мои любимые истории Связаны с тем Что обещали достроить К 47 году Простите К 97 году И так и не получилось Например Должны были достроить Храм Христа Спасителя Но вместо этого Открыли Территорию Около Храма Христа Спасителя А уже не надо Уже неплохо Там по-моему Столешников переулок Тоже собрались Сделать пешеходным Вот таким Как мы его знаем сейчас Но тоже там что-то Как-то все это не вышло Я уж не помню Охотный ряд А охотный ряд Вот что Весь этот Довольно чудовищный Прямо скажем Комплекс На охотном ряду На Манежной площади Со всем этим Георгием Пепельоносом С фонтаном С Церетели Со всей этой кутерьмой Его открыли И тут же закрыли Потому что Там надо было Все еще достраивать Потому что Там было много Всяких казусов Если я сейчас Пущусь в воспоминания О том Как проходил День города На его 850-летие Тут мы Конечно Нигде не закончим А главное Не хотелось бы превращать Все-таки программу В вечер воспоминаний Но если у вас есть Какие-то смешные истории Как праздновали В 97-м году День города То вы нам их присылайте Так 100 тысяч Электроламп На день города Пахнет откатами И коррупцией Да не Ну да Не исключаю Ну все В общем Если у вас есть Какие-то истории По поводу Того Как вам Из Магазинов Доставались Какие-то Несоветские вещи В советское время Вы нам их присылайте Я с удовольствием Их прочту В эфире Если вам удалось Разжиться Дубленкой Или курткой Или пеналом Фломастерами Расскажите Каким образом Это произошло Ты знаешь Вот здесь хороший комментарий Пришел тоже В наш фатсап Владимир Бесполезно у москвичей Спрашивать Помнят ли они Как гуляли День города Нормальные москвичи На это время Из города Уезжают А максимум Куда они выходили На прогулки Это может быть С детьми Прогуляться По собственному району И поесть мороженое Так что мы вам Ничего про этот праздник Не расскажем Ну кто как Да В общем Наверное вы правы Но однажды Я помню Был чудесный день города И Я знаю Кстати что нашу программу Слушают в музее Михаила Булгакова Тут мне намекали И в частности Вокруг Музея Булгакова Как мы Вернее около Музея Булгакова Находятся Патриаршие пруды Вернее патриаршие пруд И на одном дне города Прямо на этом пруду Установили сцену И Устроили там концерт Показывали музыку на воде Давали музыку на воде Генделя И музыку современных композиторов И это был вообще Один из самых Впечатляющих концертов На которых я когда-либо был И он случился Именно в день города И тогда все Смотрели друг на друга Глазами по пять копеек И говорили Как это может быть На день города Вот такой крутой праздник Но это конечно все Было устроено усилиями Тогдашних сил Которые были У власти И в частности По-моему Не без прямого участия Директора Музея Булгакова Петра Мансили Круза Вот До сих пор Припоминаю А прошло уже Пять лет Мне кажется Это был 2015 год Ты знаешь Я хочу тебе сказать Что очень активно Наши слушатели Вспоминают Выступление Жан-Мишель Жара В 97 году На День города У меня день рождения Шестого Почти всегда На День города Помню 97 Жан-Мишель Жар Делал свое грандиозное шоу На Воробьевых горах Мы с женой были Тот день рождения И тот день города Очень хорошо запомнился И прямо Следующее сообщение Мы как раз были На Воробьевых горах Смотрели шоу Жан-Мишель Жара Поразило тогда то Как все было Ужасно Неудобно Сделано На выходе Москвичей С Воробьевых гор Метро закрыто Много идти пешком Но такая была Классная погода Что не грех Было и прогуляться И Алексей тоже пишет В Москве Было наверное первое За всю историю города Лазерное шоу Жан-Мишель Жара И туда стремился Попасть Каждый Ну и последнее Что я про День города Скажу Это буквально Три года назад Любят все-таки День города Москвичи Буквально Три года назад Я проходил Мимо храма Христа Спасителя Там все было Заставлено На Волхонке Строительной техникой И это было Какое-то раннее время Знаете Типа час Или два Или двенадцать часов В дня Когда там что-то Поют на сцене Но всем по большому счету По барабану Олега Газманова Еще не выкатывали К храму Христа Спасителя И что-то такое Проходное Даже не разогрев Это разогрев Разогрева Разогрева И там поют какие-то люди Может быть даже Они симпатичные Но я записал Фрагмент песни И потом переписал Себе ее текст В телефон навсегда Значит День города Москва День рождения Москвы Что поют люди И кто согласовывал Интересно эту программу Что говорить Я прочитаю Это как стихи Что говорить Я люблю Петербург И Москву И разлюбить их Не в силах Покуда я живу Но я спешу В удивительный город мой В Нижний Новгород Это значит домой Но я спешу В удивительный город мой В Нижний Новгород Это значит домой Ну это прекрасно Все флаги в гости Будут к нам Согласовали Называется Репертуарка Дню города Это было очень смешно Услышать В начале сентября На больших празднествах В Москве Дмитрий из Москвы Вспоминает Что на День города 850 лет У метро Бабушкинская У него Прямо я так понимаю Где-то под окнами Под окнами Пели и плясали Любе и Иванушки Интернешнл Это знаешь Тоже не каждый день У метро Бабушкинская Случается Интересно про какие города Они пели Про Екатеринбург И Челябинск На День города Про что хотел поговорить В не так уж Не настолько уж Подложительное Оставшееся время Про Зарьбургский фестиваль Я знаю Что в какой-то момент Антон Долин Будет включаться С репортажами Через 10 минут примерно С репортажами С Венецианского фестиваля Где если не ошибаюсь Вчера был показан Фильм Андрея Кончаловского Дорогие товарищи Посвященный Расстрелу в Невочеркасске В 1962 году А я хотел рассказать Про Зарьбургский фестиваль Который закончился В конце августа этого года И он состоялся Этим летом Вот мы сейчас говорим Что Венецианский фестиваль Прошел Но он начался Буквально пару дней назад Вернее не прошел А идет А Зарьбургский фестиваль Начался в самом-самом В начале августа И объявили о том Что он состоится Еще в конце весны Или в самом начале лета Это потребовало Довольно Недюжинного мужества Потому что Если мы помним То в конце весны И в начале лета Все еще жили В ощущении того Что никакие мероприятия В этом году не состоятся Вообще никакие Все было отменено Абсолютно все И только Зарьбургский фестиваль Наверное единственный Музыкальный фестиваль Этого лета Сказал Мы его проведем Вот почему Они так сказали Я хотел бы В небольшой истории Это объяснить Почему для них Было так принципиально важно Этот фестиваль провести Зарьбургский фестиваль Возглавляет Его бессменный президент Довольно Большое уже время Хельга Раббельштадлер Она когда-то была Политическим журналистом И вообще В консервативной Австрии Какое-то время Она была единственной Женщиной Политическим журналистом Была Если не ошибаюсь Депутатом парламента И вообще Дама очень влиятельная Многие Многих знают Ну и тем более Многие сильные мира Всего приезжают На фестиваль В этом году Если бы не эпидемия Должен был приехать Так же И Это уж не секрет Собирался Владимир Путин На оперу Борис Годунов Но Ничего этого не случилось И тем не менее Фестиваль провели Да в усеченном виде Да потратив Несметное количество денег На обеспечение Мер безопасности На Ну На Обеспечение Всего Чтобы там не случилась Вспышка Коронавируса И фестиваль Без малого Даже два года Потому что Все Той страны Которая когда-то Блистала И которая Когда-то Дала миру Такую потрясающую Разнообразную культуру Нет больше этой страны И вся Австрия Пытается собрать себя По кусочкам И тут И тут Трое ребят Поэт Гога Фон Гофмансталь Композитор Лихард Штраус И Театральный режиссер Макс Райнхард Собираются И решают Провести фестиваль Поскольку Все лежит в руинах Денег у них нет Арендовать площадку У них тоже денег нет Ни на что у них денег нет Но они понимают Что надо что-то устроить Потому что Во-первых Иначе можно Помереть от тоски А во-вторых Ну Что-то нужно этому городу Что-то нужно в новой Европе Что-то должно рождать Новые смыслы Потому что Невозможно Только находиться В ощущении того Что все погибло И они решают Провести фестиваль Буквально Вот Посреди города Вот нигде Просто на соборной площади Они играют пьесу Которую написали Совсем недавно Она называется Едерман Это в переводе на русский Что-то вроде Имя рек То есть Хоть кто Хоть кто И Это привлекает Довольно много внимания Потому что После После первого мировой войны Не то чтобы Вот в самые первые годы Не то чтобы Культура цветет И не то чтобы Огромное количество фестивалей Как сейчас Проходят каждое лето Тем более в Австрии Которая эту войну Проиграла В составе Австро-венгерской Банархии И дальше Они его проводят В 20-м году В 21-м В 22-м В 23-м Они все время Встречают сопротивление Властей Потому что Город консервативный Религиозный С одной стороны Это вроде бы Неплохой фестиваль Для того чтобы Привлечь туда Отдыхающую публику А с другой стороны Вот городу Этому совершенно Не нужны Никакие громкие события Потому что там Тижда гладь Божья благодать И в прямом смысле Божья благодать Потому что город Правда очень католический И провинциально католический Вот во всех смыслах Более того В 24-м году Фестиваль не проводится Это был единственный год Когда он не проводился Потому что Губернатор Ландесхауптсман Земли Зальбург Сказал Нам Такого всего Не нужно Его Возможно Были закрыли Так навсегда Но Новый Губернатор Земли Зальбург Был человек Во многих отношениях Замечательный И в частности Он Увидел в этом фестивале Для себя возможности И Оставил его До конца Своего правления И все вроде бы Заработало Туда начала Приезжать публика Фестиваль Периодически Все-таки Травили В местных газетах Тем более что Райнхард и Гофмансталь Были евреями Тогда Австрия Провела Стремительно И в общем Антисемитская пропаганда Была вполне себе Допустима Даже в открытых Во всех Открытых В открытых В открытых видах Тем не менее Фестиваль продолжал Укрепляться И зарабатывать И вот Подкрался Подкрались Тридцатые годы И приход нацистов К власти Тут начинается Совсем новая история Страница в истории Зальбургского фестиваля Я обязательно расскажу О ней подробнее Но вот мы Прервемся на Небольшую и музыкальную паузу И в том числе Узнаем Как дела В Венеции От Антона Долина Который нам об этом сообщит Это только начало Это только начало Я Владимир Раевский Дарья Гордеева Также в студии Доброе утро Не так много времени Нам остается провести Друг с другом Дарья И не так много времени Остается нам с вами Дорогие слушатели Тут всякие добрые слова Пишут Пользуясь служебным положением Хотел передать привет Во-первых Своим родителям В Екатеринбурге А во-вторых Роме и Луке Суперу Моим товарищам Вот Лука Чуть не позвал в школу Говорят Из-за нашего эфира Не могу сказать Что я каюсь В этом Но большое спасибо вам Дорогие За внимание Я хотел объяснить Почему Зарьбургский фестиваль Состоялся Несмотря на все Угрозы Эпидемии И всего прочего Что сопровождало нас В этом В этом Не знаю как его назвать Году Не знаю какой ему дать эпитет Ну вот представьте себе Значит В 20-м году он появился На руинах Развалившейся Австро-Венгерской империи В 23-м В 24-м году Лавочку вообще прикрыли Единственный год Когда фестиваль не состоялся Потом все время Значит говорили Что это евреи Тут что-то устроили И он шел на сопротивление Потом приходят нацисты К власти И дальше Появляется такие Такое Усиливается вернее Противоборство Байрольского фестиваля Это фестиваль В Германии В Баварии Не очень далеко от Зарьбурга Основанный Вагнером И на котором исполняются Только оперы Вагнера И Зарьбургский фестиваль И вот это противостояние Всегда существовало В 33-м году Нацисты пришли к власти Австрия Всегда осознавала Эту угрозу Мы знаем Что эта угроза Состоялась в 38-м году И Австрия была присоединена В ходе Аншлюса Присоединена К Третьему рейху Но всегда Это существовало Противостояние И Артур Тосканини Выдающийся Итальянский дирижер Работавший в Байроте Сказал что с нацистами Он никаких дел иметь не будет И переезжает Возглавляет Зарьбург И это был конечно Триумф для Зарьбурга Потому что Выдающийся режиссер Его возглавил Выдающийся дирижер Простите Его возглавил И выдающиеся музыканты В него приезжали Все 30-е годы Пока угроза Та самая нацистская Не была реализована Но Наверное все таки Не самый гордый факт В биографии фестиваля Когда нацисты Пришли к власти Руководство фестиваля Все равно Сказав нам Совершенно по барабану Что там за режим Сотрудничало В том числе И с новой нацистской властью И устраивал фестивали В той Австрии Которая была частью Третьего рейха И мы знаем Что Герберт фон Караян Бессменный Руководитель Зарьбургского фестиваля Почти до своей смерти Художественный руководитель Он был членом Нацистской партии Даже не В поздние годы Не в военные годы А прям с 33-го Вот как только Они пришли к власти И когда Австрия Оказалась в зоне Советской оккупации И даже хотели Караяна отстранить От профессии навсегда Ну за такие дела Но в общем Как-то это заиграли И потом Я так понимаю В Советском Союзе Даже издавали его На фирме «Мелодия» Таким образом К концу 20-го века И к началу 21-го века Зарьбург подошел К крупнейшим Классическим форумом Классическим фестивалем Вернее К крупнейшим фестивалем Классической и новой Академической музыки Оперы Всего Что связано Вот с тем искусством Которое когда-то появилось В Зарьбурге Стараниями отцов-основателей Если этот фестиваль Родился на свет После Первого мировой войны На обломках Мира На обломках Европы На обломках Австро-Венгерской империи Если он пережил Неприятие власти Если он пережил Антисемитскую пропаганду Если он пережил Сражение с Байройским фестивалем С Вагнеровским А это серьезные сражения Если он пережил Дрязги Внутри музыкальной тусовки Если он пережил Попытки отстранить От занятий музыкой Тех кто запятнал себя Общением с Самым постыдным общением С нацистами Если он пережил все это То он просто не мог Не состояться Из-за эпидемии Вот они просто Не могли себе позволить Отменить в год столетия Фестиваль Когда Вот весь мир в огне Но это же То состояние мира В котором этот фестиваль Появился на свет Поэтому они его отменить Не смогли И провели его В усеченном виде Оставили только одну Оперу Электра Кшиштова Ворляковского Постановки И срочным образом Буквально за полтора месяца Поставили очень Такую скромную постановку Оперы Моцарта Так поступают все Козе Фантутте И пообещали все Что они к юбилею Заготовили Показать в 2021 году Я очень надеюсь Что такая возможность Все-таки будет Более того Продлили контракт Чичили и Бартоли С выдающейся певицей С выдающейся С выдающейся С выдающейся Итальянской певицей На Троицкий фестиваль Дело в том Что перед Зальцбургом Перед вот Самым главным форумом Летом Проходит еще Троицкий фестиваль В конце мая Который традиционно Как художественный руководитель Возглавляет Чичили и Бартоли И обычно там ставят Какую-то одну оперу В которой Чичили солирует И блещет И потом И вокруг нее Какие-то концерты И эта опера Перенесется на лето И в общем Это такая предтеча Но раз такая свистопляска Раз в этом году Были такие чудовищные убытки И раз в этом году В год столетия Фестиваль поразила Такая шаровая молния Коронавируса То решили Не упускать возможности Отыграться Хотя бы на Троицком фестивале И поставят аж О господи Три оперы Во-первых Триумф времени и бесчувствие Георга Фридриха Генделя Это вообще оратория Но которую очень часто Ставят драматически И в этот раз Это будет Канадский режиссер Роберт Карсон Многие из тех Кто живут в Москве И ходят в театры Могли видеть его Выдающегося регалетта В нашем большом театре И вот теперь тоже Роберт Карсон Будет ставить Триумф времени и бесчувствие В Зальцбурге Кстати Эту ораторию Вы могли наверное увидеть Мне кажется Это были уже последние показы В театре Станиславского Немировича Данченко Ее ставил Константин Богомолов В общем довольно так И Чикатило В общем и девочки маленькие появились В общем все что угодно Такая была Специфическая постановка И Милосердие Тита Ставят Вольфганга Вольфганга Моцарта Тоже с Чичили и Бартоли Поющие там И оперу Тоско Такой классический Пучинивский репертуар Классический Пучинивский репертуар И может быть В последние годы Для Бартоли Не самые обиходные Но тем не менее Она в нем споет Причем не главную роль Что мне показалось Что мне показалось замечательным И вполне скромным для нее Вот что хотел рассказать О Зайбургском фестивале И еще раз отметить Мужество этих ребят Которые вот пробили буквально стены Я знаю что Там бы Тут в ход пошло все И лоббизм И И все возможности Каким-то образом Раздвинуть себе Рамки возможностей Для того чтобы провести Фестиваль в этом году Даже с убытками Даже хоть как Но тут Ну вот у нас По-русски говорят Понт дороже денег Звучит так Понт дороже денег Но Но мне очень нравится Эта пословица Потому что Ну Честь дороже Вот что на самом деле И Тут в данном случае Эта честь не была запятнана Мне Это как-то Такая позиция очень близка Поэтому мы с тобой Будем следить за фестивалем Я всегда На серверном дожде Рассказываю о том Как он проходит И всегда на него езжу В этом году Ну естественно Я никуда не поехал Я уж не знаю Как Антон Долин Пробрался в Венецию За что я его благодарю Но Вот У меня никуда попасть не получилось Я очень надеюсь Что я буду туда попадать В будущем году И безусловно Вам рассказывать Ты знаешь Ты такой не один Потому что Тоня наша слушательница Пишет Первый раз За последние 12 лет Моя семья Не смогла посетить Зальбургский фестиваль Каждый год летом Мы оккультуривались Целый месяц Посещая Много разных представлений В этом году Сидели дома В Митина И грустили Пишет Тоня Тоня Как круто 12 лет Я конечно завидую Вашему стажу Он у меня гораздо скромнее Но Я буду стремиться к этому Все Давайте на следующий год Увидимся там тогда Мне еще кажется Очень важным Рассказывать Именно в эфире Серебряного дождя О Зальцбурге Потому что Ну я понимаю Что внимание Это крупнейший форум Академической культуры Или там Классического искусства Как ни назови это В общем Как ни назови Но это звучит так Как будто там Показывают что-то Совсем замшелое И пыльное На самом деле Там действительно Приезжает много Публики Которые приезжают туда Не в двенадцатый раз А вот В сто двенадцатый За свою жизнь И там действительно Очень много людей Которые Относятся к европейскому Высшему свету Может быть даже К европейской аристократии Не может быть А точно И как бы туда приезжают Старые деньги Это с одной стороны С другой стороны Зальцбургский фестиваль Это форум для всего Прогрессивного Авангардного И для всех новых идей И это-то интересно Когда Понимаете Сюда приезжают люди Которые Не готовы Ни к новой этике Может быть Ни к новым Всем веяниям И они конечно Заложники старого мира Но с другой стороны Сталкиваясь С новыми идеями В искусстве Это дает Какую-то невиданную Искру Которая может быть Вообще нигде в мире И невозможна Потому что Когда приезжают Какие-то люди Которые исповедуют В своей жизни Старые ценности И туда же приезжают Режиссеры и дирижеры Которые исповедуют Новые ценности И показывают Им свое искусство И это искусство Безусловно принимается Залом Даже если там Треть этого зала Засыпает Прямо в нем Если так Безусловно принимается Если такой фестиваль Позволяет себе быть Форумом Для всех новых идей Для всего Прогрессивного И авангардного Значит Все это искусство Все эти оперы Написанные 400 лет назад Они Они получают Новый импульс Для жизни Вот И мне кажется Что это Бесконечно важное дело Которое уже 100 лет назад Вершится в небольшом Очень провинциальном И в хорошем И в плохом смысле Очень католическом И очень консервативном Городе Еще хотел бы поблагодарить И порекомендовать Всем прочесть Текст Ольги Федянина И Ильи Кухаренко В Коммерсант Викенде Называется Век на месте Хороший смешной Изголовок Посвященный Столетию Зарьбургского фестиваля Там Примерно все те же События Которые я изложил Вам устно Они описаны письменно И гораздо более Литературно И вообще Довольно Поучительная заметка Век на месте Илья Кухаренко И Ольга Федянина Вот рекомендую Всем Этот очерк Абсолютно Бескорыстно Тут сообщает Нам правильный А, ох Александр из Нижнего Новгорода Угадал В сокровищах нации Давайте мы вернемся После небольшой паузы И подумаем Что с этим делать Это только начало Это только начало Я Владимир Раевский И напомню вам Под конец нашего эфира Задание в рубрике Сокровища нации Напомню, что каждую неделю Перед эфиром Я прячу где-то В каком-то городе Где оказываюсь Небольшую метку Объясняю вам в загадке Как ее найти Вы ее находите Первый, кто с ней фотографируется Получает призы От нас Но загадки эти Я стараюсь Стараюсь Придумать хитроумными Так, чтобы вы не разгадали их быстро Итак Задание В сокровищах нации На эту неделю Однажды Илья Эренбург Угрожал суицидом В шутку, конечно А поводом для шутки Стал один московский арт-объект Увиденный Эренбургом Из собственного окна Тогда Для москвичей Совершенно новый Теперь совершенно Для нас привычный Место, где этот объект Был создан Не стоит Еще раз А создан Теперь используется Совсем по другому назначению Справа от входа В это здание Где был создан Тот самый арт-объект Справа от входа На левой створке ворот Вы найдете спрятанное сокровище Пожалуйста Сфотографируйтесь с ним И приз ваш Александр из Нижнего Новгорода Пишет мне Что разгадал Что за арт-объект Имелся в виду И который увидел Илья Эренбург И это действительно Так Вы совершенно правы Александр Но во-первых Для того, чтобы победить В конкурсе Надо разгадать все до конца А там есть вторая часть Место, где этот объект Был создан Теперь используется Совсем по другому назначению И так далее То есть надо понять Где этот объект был создан А во-вторых Надо все-таки туда приехать И найти метку Я Бесконечно ценю Ваше участие И ваше неравнодушие К нашему конкурсу То, что вы живете В Нижнем Новгороде Не должно И не может помешать вам Участвовать В сокровищах наций Поэтому я предлагаю вам Дорогой Александр Пакт Во-первых Попробуйте Доразгадать все-таки Это задание до конца И прислать нам Правильный ответ А во-вторых Ну просто ради интереса А во-вторых Мы все-таки условий Менять не будем И поблажек тоже Не будем создавать Но Тем не менее Я предлагаю вам Александр Однажды Может быть не в следующий эфир Может не через один Но однажды Я бесконечно люблю Ваш родной город Нижний Новгород И очень хотел бы Еще раз Напомню, что один раз Уже такой был Еще раз Организовать Сокровища нации В Нижнем Новгороде Александр Придумайте Классную загадку Пришлите свой контакт Мы с вами свяжемся И вы поможете нам Спрятать метку В Нижнем Новгороде И мы проведем Таким образом Этот конкурс В Нижнем Да, я напомню Что, Александр Вы можете Либо написать Ватсап Но лучше всего Так как сообщений В течение дня Приходит очень много Вариант с загадкой Прислать на почту Серебряного дождя Silver Собака Silver.ru Чтобы уж Совершенно точно Мы его не пропустили Напишите там Для Раевского Или для Гордеева И как-то пометьте это А все остальные Кто хочет поучаствовать В конкурсе И найти Где я спрятал сокровища Буквально накануне эфира Присылайте сообщение С пометкой Конкурс Ватсап Или смс На номер Нет, только ватсап Фотографии Извините Ватсапом С фоткой На номер Плюс 7 903 797 6333 С пометкой Конкурс Пожалуйста Чтобы мы Не посеяли Ваше сообщение Ну так как победителя У нас пока еще нету А программа Закончится через Две с половиной минуты В соцсети Серебряного дождя В ближайшее время Напоминалку О задании Выложим Да Напомню Что мы вам подарим Русскую культуру Заговора Ильи Яблоковой Искусство Доматургии Лаеша Эгри От издательства Alpine Nonfiction В награду За правильно угаданное Местоположение Сегодняшнего сокровища А также Два билета Две бесплатные проходки На завтрашний показ Нашего фильма О магазинах Эпохи Позднего социализма О магазинах Странств Слагеря в Москве Который состоится В Третьяковской галерее На Крымском Валу Завтра 10 сентября В 20.00 После чего состоится Мое публичное интервью С Аленой Долецкой О том Как была устроена Индустрия моды И индустрия Достижения Сексуальности Путем одежды В позднесоветское время Под занавес эфира Хотел бы напомнить Что вчера 8 сентября Был день рождения У замечательного Русского поэта Бориса Рыжева Уроженца-челябинца Но и екатеринбурца По месту жительства Человек Человек Поднялся бы на уровень Витебска Марка Шагала В мировой культуре Но вот Ему повезло Что там жил Борис Рыжий И стихотворением Бориса Рыжева Совсем коротким И наверное оптимистичным Я хотел бы закончить Сегодняшний эфир Над домами 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 Голубые Висят облака Вот они И останутся с нами На века На века На века Только пар Только белые в синем Над громадами Каменных плит Никуда Никуда Мы не сгинем Мы прочнее И нежнее Чем гранит Орлупы Геометрия жизни земной Оглянись Поцелуй меня в губы Дай мне руку Останься со мной А когда Мы друг друга покинем Ты на крыльях своих унеси Только пар Только белые в синем Голубое И белое в си Это только начало Счастливо Дорогие друзья Друзья Это был Владимир Раевский Его программа Это только начало Безусловно В ближайшее время Все появится На ютуб канале Серебряного дождя Еще раз напомню Что задание В сокровище нации Также Ловите в наших Соцсетях Завтра В 8 часов утра Виктор Набутов В студии До 10 Ну а впереди Мужские игры С Никитой Небулицким И я напоминаю Что все обсуждаемое В эфире Вы можете Комментировать Оставляйте сообщение На Плюс 7903 7976 333 Буквально Пару минут И мы продолжим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok